Общее сведение. Около 1,5% детей в возрасте до 1 года имеют заболевание гортани, подавляющее большинство которых более 90% относятся к числу врожденных аномалий. Наиболее распространенная форма поражения – ларингомаляция, наблюдающаяся у 75-91% всех новорожденных с пороками развития гортани. У 10-12% детей она сочетается с другими врожденными хромосомными или моногенными патологиями. В общей структуре заболеваний и верхних дыхательных путей ларингомаляция составляет свыше 60%. Нозеология статистически чаще встречается у представителей мужского пола. Только в 5-10% случаев болезнь сопровождается развитием ярко выраженной клинической картины и требует хирургического вмешательства. Ларингомаляция. Причины ларингомаляции. Этиология заболевания до конца не изучена. Встречаются как врожденные, так и приобретенные формы патологии. На данный момент рассматриваются следующие вероятные теории развития аномалий строения гортани – дизембриогенетическое. Ларингомаляцию рассматривают как отдельный синдром с аутосомно-доминантным типом наследования. Также она может сочетаться со структурными перестройками хромосом, дилетцией 2Q37, дупликацией 22Q11 и т.д. и моногенными синдромами. Пьер Рабенна Ди Джорджу Маршалла Смита Чардж. Доказано влияние тератогенных факторов на возникновение нозологии. Нейрогенной дисфункции, нарушение функционирования моторных волокон верхнего гортанного или возвратного нерва приводит к слабости мышечного аппарата гортани. В некоторых случаях развитие ларингомаляции связано с присутствующими у ребенка нейромиогенными изменениями структуры кардиального отдела желудка и нижней трети пищевода, который проявляется гастроизофагиальным рефлюксом. Механического воздействия воздуха. Эта теория позволяет объяснить возникновение заболевания у взрослых людей. Ее суть заключается в регулярном воздействии на структуры гортани сильных потоков воздуха при интенсивном вдохе. Подобные изменения характерны для профессиональных спортсменов. Патогенез в основе ларингомаляции лежит изменение формы, размеров или структуры хрящей гортани, что позволяет им проваливаться в просвет органа. И препятствовать прохождению воздуха. Состояние наиболее характерно для детей возрасте до полутора года, что связано с анатомо-физиологическими особенностями гортани в этом периоде. Патология проявляется функциональным пролапсом над гортаникой или черполовидных хрящей в дыхательные пути. В результате нарушения проходимости воздушный поток из ламинарного прямолинейного превращается в турбулентный клинический. Это проявляется Возникновением стридорозного дыхания При обтурации значительной части просвета дыхательных путей гортань начинает работать в клапанном режиме. Это приводит к нарастанию отрицательного давления внутри грудной клетки на вдохе с дальнейшим развитием дыхательной недостаточности. Нарушением работы верхних отделов желудочно-кишечного тракта Поражением центральной нервной и сердечно-сосудистой системы Классификация с учетом анатомо-физиологических особенностей и изменений гортани при ларингомаляции принято выделять три основных морфологических типа. Заболевание Тип 1. Характеризуется западением при вдохе края мягкого отдела надгортанника в месте крепления черполовидно-надгортанных складок и черполовидных хрящей. При этом перекрывается вход передний и задний отделы гортани. Тип 2. Проявляется подтягиванием черполовидных хрящей во время актов доха или их изначально высоким положением, вызванным укорочением черпола надгортанной складки. Тип 3. Комбинированная форма, при которой просвет гортани одновременно западает и надгортанник, и черполовидные хрящи. Симптомы ларингомаляции Как правило, заболевание имеет доброкачественный характер протекает без ярко выраженных клинических проявлений. Зачастую в роли первичного признака выступает стридорозное дыхание. Этот симптом характеризуется шумным свистящим вдохом, который имеет высокий тон и дрожащий характер. При этом акт выдоха у больного проходит без патологических изменений. В большинстве случаев стридороз становится более выраженным при наклоне назад, запрокидывании головы, пребывании в полулежачем положении. Улучшение дыхания наблюдается при наклоне вперед или в положении на боку с вытянутой шеей. Ларингомаляция почти всегда сочетается с гастроизофагиальным рефлюксом. В младенчестве он проявляется срыгиванием во время кормления и сразу после него, в старшем возрасте и жжевой и частой отрыжкой с кислым запахом. В тяжелых случаях наблюдается выраженное нарушение дыхания в виде постоянной одышки, инспираторного характера и приступа фопной во сне. Дети старшего возраста могут жаловаться на чувство нехватки воздуха. Клинически подобное состояние характеризуется общей аденомией, сонливостью, повышенной раздражительностью, трудностями при кормлении груди или дисфагией. Визуально определяется втяжение межреберных промежутков и грудины во время вдоха. Центральный цианоз У детей обострение дыхательной недостаточности на фоне ларингомаляции может провоцировать любое физическое напряжение, плач длительное положение на спине или процесс кормления. Осложнение развития осложнений связано с продолжительным нарушением вентиляционной функции легких и хронической дыхательной недостаточностью. Организм ребенка находится в условиях гипоксии, который наиболее чувствительна кора головного мозга. Из-за этого возникает задержка в психомоторном или физическом развитии. В редких случаях наблюдаются неврологические расстройства, судорожный синдром, детский церебральный паралич и другие. Постоянное отрицательное давление в грудной клетке приводит к ее воронкообразной деформации и повышению кровяного давления в малом круге кровообращения. В результате отмечается компенсаторная гипертрофия правого прицердия желудочка, может возникать недостаточность сердечных клапанов. Формируется легочное сердце диагностика. Диагноз устанавливается на основании выявленных специфических изменений гортани. Полная программа обследования включает в себя данные анамнеза и жалобы. Наиболее характерной жалобой пациентов с ларингомаляцией является инспираторный стридор. При сборе анамнестических сведений педиатр или это ларинголог обращает внимание на подобные заболевания у родителей, близких родственников. Общее физикальное обследование. При тяжелом нарушении функций внешнего дыхания может определяться центральный цианоз, воронкообразная деформация грудной клетки. Наличие акцента двухтона над легочной артерией, расщепление двух и трех тона слева от грудины указывает на развитие легочного сердца. Индофиброларингоскопия. При помощи гибкого зонда, введенного через нос, визуализируется деформированный энергоартауник или черполовидный хрящ и их пролапс при вдохе. Лучевые методы диагностики. При подозрении на ларингомаляцию для дифференциальной диагностики с другими патологиями используется рентгенография гортани в боковой проекции. При необходимости также применяется КТ шеи или МРТ мягких тканей шеи. Дифференциальная диагностика проводится с инородным телом в дыхательных путях, опухолями шеи и врожденным стенозом трахеи. Попадание постороннего тела в просвет гортани характеризуется внезапным появлением средорозного дыхания или тяжелой одышки на фоне. Полного благополучия, быстрым развитием цианоза и другими признаками острой дыхательной недостаточности. При фарингоскопии визуализируется предмет, расположенный на голосовых складках. При опухолях гортани клинические проявления развиваются в течение нескольких месяцев, одышка носит смешанный характер, может присутствовать деформация в области шеи. При врожденном стенозе трахеи одышка имеет экспираторный характер, при проведении фибробранхоскопии определяются твердые хрящевые выпячивания, перекрывающие просвет органа. Лечение ларингоомаляции обычно специфические терапевтические мероприятия не требуются. Медицинское вмешательство необходимо при возникновении тяжелой дыхательной недостаточности или внезапном развитии острой асфиксии. В таких случаях первым шагом является интубация трахеи, позволяющая восстановить проходимость гортани. При невозможности установить интубационную трубку выполняется трахеостомия. В дальнейшем таким больным показана полноценная операция, методика проведения которой зависит от имеющей гасяти поларингоомаляции. Суть вмешательства заключается в нанесении надрезов в области надгортаника, рассечении черпала надгортанных складок или частичном. Удаление черпаловидных хрящей.